Спорт красок и эмоций, и буквально, и метафорически. Речь о пейнтболе. В нашем регионе этот тактический вид представляет целая федерация. Есть несколько команд и, конечно же, серьезные спортивные достижения. На прошлой неделе команда «Русский Манчестер» вернулась с международного турнира Russian Open Paintball Event 2017, проходившего в Москве. Играет Ивановская сборная во втором дивизионе под кураторством тренера с мировым именем Максима Преображенского. На состязаниях «Русский Манчестер» выиграли серебро. Команде есть чем гордиться. Она быстро передвигается по дивизионам и показывает стабильные результаты. На этом спортсмены останавливаться не собираются и ставят высокие цели. На уровне России участвовать в Кубке России можно только в первом дивизионе. Так вот, хочется, чтобы наш регион Ивановский представляла команда именно на Кубке России. Не на Кубке любительских команд России, а именно на Кубок России. Поехали в составе первого дивизиона. Будет эта команда «Русский Манчестер». Я думаю, что это будет в ближайшие год-два. И мы сможем попасть на те цели, которые мы себе ставим. Спортивный пейнтбол отличается от любительских игр. Это тактический командный вид. Цель игроков – уворачиваясь от непрерывного огня соперника, захватить базу противника, при этом оставаясь непораженным. Думать приходится на пределе возможности. Решать молниеносно. На одного игрока может сыпаться до 50 выстрелов в секунду. Это адреналин, чувство команды. То, что команда рядом, она тебя поддерживает. То, что тебя твой напарник слышит, он с тобой общается, он тебя закрывает. И, ну, я не знаю, это на самом деле как большая семья. Побеждают самые сыгранные, смелые и меткие. Те, кто в полусхватке не теряет голову. В качестве оружия у игроков специальные маркеры и желатиновые шарики с яркой краской. У нас, так как скорострельность 10,5 выстрелов в секунду, нам необходимо шары подавать очень быстро. Из-за этого здесь стоит электронная система подачи шаров. Примерно вот так все выглядит. Максимальная скорость подачи шаров в фидере 30, по-моему, с половиной шаров в секунду. Сейчас команда готовится к очередному рубежу. Второму отборочному этапу Кубка любительских пейнтбольных команд, который состоится 23 сентября в Костроме. По результату этого турнира жюри определит сильнейшие сборные, которые поедут на финал Кубка России. Ребята из русского Манчестера помощи обычно не просят. Любимый спорт развивают сами. Успехами не кичатся, но отмечают победы для них не благодаря, а скорее вопреки. В регионе нет базы для тренировок в зимний период, поэтому все лето команда набирает форму, а всю зиму находится в режиме ожидания. Оттого, возможно, и результаты не всегда лучшие. Хочется, чтобы у нас был зал, чтобы мы не проседали за зимний период. Тогда даже есть такая практика дистанционный тренер, то есть наш Максим Бреображенский, который нас тренирует, он практикует эту работу и к нам такой вариант тоже возможен в городе. То есть он может ставить задачи дистанционные. В требовании к залу минимум он должен быть 30 метров в длину. Вот, в общем-то, и все. Оборудовать его и содержать пейнтболисты обещают. Ровно, как и обещают, они с большим задором защищать честь региона и впредь на крупных спортивных стартах.